Крема, маски, лосьоны. Для ухода за кожей они, конечно, полезны. Но можно воспользоваться эффективными народными рецептами красоты из самых простых продуктов. Полезность в том, что мы готовим её непосредственно перед нанесением. И нанесли на кожу, лица, декольте, шеи. И сразу проникновение идёт при правильно подготовленной коже. Пригодятся овощи и фрукты. Можно сделать маску из моркови или протереть её соком лицо. Это тонизирует кожу, придаёт ей свежий, загорелый вид. Очень полезно яблоко. Фрукты нарезаются кусочками или натираются на тёрку, а потом наносятся на лицо. Перед нанесением маски обязательно скрабиком лицо проскрабировать хорошо. Будет лучшее проникновение питательных веществ. В летний период много различной зелени. Петрушка, укроп, салат. После протирания кожа не только будет выглядеть посвежевшей, но и слегка отбеленной. Можно приготовить и специальный отвар. Вести салата промываются, нарезаются и заливаются тёплой водой. Смесь настаивается 15 минут. Мне очень нравились раньше масочки из клубники. Я делала и замораживала ромашку, отвар из ромашки. Кубиком льда протирала лицо. И если есть кубики из льда, петрушка, отвар петрушки, календула или ромашка, любую травку можно заварить. Это тоже народная медицина. И протереть лицо после маски сужаются поры. Очень хорошая гимнастика для сосудов. Если летом лицо сильно потеет и блестит, есть способ от этого избавиться. Два-три раза в день можно протирать его ломтиком лимона. Такую же процедуру надо делать при наличии на лице чёрных точек. Можно протирать лицо и лимонным соком перед сном, а утром сполоснуть водой. Чай – не только вкусный напиток, он также полезен для кожи. Одну чайную ложку заливаем стаканом кипятка и настаиваем полчаса. А потом протираем лицо или декольте ватным диском, смоченным в растворе. Фруктовые, ягодные, цветов очень много из липа, например, лепестки роз, лепестки пиона. Точно так же настаивается, заваривается, протирается, никакого вреда не будет для кожи. В качестве питательного бальзама для куб в домашних условиях прекрасно подходит мёд. Подержите его на губах 10 минут. Для этих же целей прекрасно подойдёт и растительное масло. Народные рецепты, конечно, хороши, но не следует забывать и о профессиональном уходе. Какой рецепт вы бы не избрали, главное не переборщить и верить, что он поможет выглядеть ещё лучше. Вот теперь речи, мы с тобой настоящие красотки. Народные рецепты красоты изучали Диана Галех и Андрей Зарецкий.